Всем привет, ребята! Сегодня будет вечерний влог, потому что, честно говоря, сегодня целый день себя чувствовала не очень. То есть я с утра встала, посидела за компьютером и куда-то там послонялась по дому. В принципе, чувствовала себя неплохо, но все равно нужно было отлежаться. Поэтому я решила, что сегодня мне нужно будет чуть-чуть отдохнуть, потому что в любом случае, когда вчера, позавчера я болела, мне не удалось, скажем так, привести себя в норму. Сейчас уже получше. Время без 15.08 вечера, и у меня такой прям заряд сил появился, хотя сегодня такая вот была. Серж скоро приедет домой. Я хотела сейчас вместе с вами посмотреть одну посылку, которую я ждала достаточно долго, потому что я думала, что она быстрее придет, но почему-то чуть-чуть задержалась. И заказ, когда я делала, я вам тоже показывала в каком-то излогах, и вот эта та посылка-то и пришла. Сейчас разберем эту посылку. Буду ее разбирать с вами, потому что там не все продукты, которые предназначены для меня. И также здесь хотела свои вещи прибрать, убрать. У меня здесь с проводами беда случилась, в том плане, что они все у меня спутались. С косметикой немножко нужно будет разобраться, но это уже, наверное, сделаю сама. Вот она эта посылка. Когда-то заказывала. Это сайт eVitamins. Он со всякими витаминами, добавками, и там также есть еще косметика. И я заказывала там очень классные продукты, поэтому решила некоторые продукты в этом заказе повторить. Ну, во-первых, это Makeup Remover. Он идет, видите, с огурцом из алоэ. И вот эту штуку я хочу потестировать сама. Это для меня. Вот, и я о ней вам расскажу чуть позже. Потому что именно вот такими ремоверами я никогда не пользовалась. То есть мицеллярка, гель, пенка. Вот это вот мое все. Так, дальше здесь есть Иос. Бальзам для губ. Я вообще его заказала Каролине, потому что она такие любит, именно Иос. И еще такой дизайн прикольный. Вот, до этого у нас был желтый лимон. Дальше, что здесь есть? Это тоже чапстик. Это бальзамы для губ. Три штучки. Они там стоили недорого, поэтому я решила взять сразу три. Вы знаете, что бальзамы у меня абсолютно во всех сумочках, во всех уголках дома. И они всегда нужны. Так, следующее. Это антиуринклей. Так что ли? Ай-крем. И от фирмы Дерма-Е. Это, в общем, крем для зоны вокруг глаз. Поняла? Это я заказала маме в уход. Хотя у нее и так много косметики, но лишней не будет. Пусть лежит. Срок годности у них большой. И уход у тебя на целый ближайший год уже обеспечен. С учетом того, что ты с собой еще привезла, да? Да. Следующее, что я заказала, это крем от Андалу Нейчерлс. И он идет ночной. Он тоже, по-моему, идет анти-эйдж. Но будем смотреть. Сейчас открой ее, как он выглядит. И тот открой мне крем, который я тебе дала. Вот, короче, как выглядел крем для глаз и вот этот крем. Очень красивая упаковка в стекле, кстати говоря. На, держи. И дальше, значит, смотри, я что заказала в этот раз. Вот этот крем я маме когда-то заказывала для пяточек. И он просто очень хороший, да? Тебе понравилось? Восковый. Да. И она его даже пожалела. То есть, когда мы улетали в Корею в первый раз, она его с собой забрала оттуда. Потому что там больше половины оставалось. Я говорила, выкинь. Но она говорит, что он хороший, понравился. И она его прямо до конца использовала. Он что делает? Пятки мягкие после него. После того, как отшлифовать, да, пятки? Нанести, и они мягкие становятся. И сверху гелевые носочки есть еще. А, гелевые носочки, да. Ну, вот видите, даже здесь пример. Ну, хотя я не знаю, так ли это. Ну, да, раз понравилось маме. У нее на пятках сухая кожа. И у меня тоже, в принципе. Но мне лень пользоваться вот такими. Еще и для ног. Для каждой части тела разный крема. Тов что на, это тоже я тебе заказывала. Так, и вот такой же крем. Только уже он идет не дневной. А просто его можно использовать и днем, и вечером, и вообще в течение всего дня. Я читала там по инструкции. Вот как выглядит этот крем. Он тоже был антиэйдж. Но вот эта марка, Andaluna Naturals, она очень крутая. И не совсем такие бюджетные, скажем так, у них продукты. Держи. Так, и последнее, что здесь есть, это... Что это такое? У нас Альба Ботаника. Алоэ и зеленый чай. Сейчас посмотрим, что это такое. Это, насколько я поняла и насколько я помню, это гель такой, как Алоэ Вера. Там вот, ну, крем для всего, скажем так, универсальный. И он тоже не стоил очень дешево. В общем, короче говоря, на всякий случай я оставлю вам ссылки в описании. Да, это крем, видите. Для того, чтобы если вам что-то понравится, вы могли посмотреть, по крайней мере, где это можно будет заказать. Потому что вот эту посылку я заказывала конкретно с учетом того, что часть мне и часть маме. Где вот этот... Особенно вот этот вот крем. Если судить по маминым пяткам, то результат сразу виден был. Поэтому она его с собой везде таскала и решила еще один ей заказать. Ну и, собственно, у тебя еще одна линейка ухода есть. Там, кстати, не было от Andaluna Naturals. Почему-то я не нашла специальный крем для глаз, поэтому решила взять от Dermae. Вот такая вот посылка у меня в этот раз получилась. Это мой заказик. Кстати, вот я открыла ссылки и хотела сказать, что вот этот крем, он достаточно бюджетный. То есть, видите, всего лишь 6 долларов стоит. А остальные, конечно же, чуть подороже крема. Вот эти от Andaluna Naturals, они почти 20 долларов стоят каждый. И вот этот Dermae для глаз. За последние, наверное, где-то 2 дня очень много вопросов поступило по поводу чертика и грома. Нашли мы им новых хозяев и хороший дом или же нет. Вы знаете, не нашли. И что хочу вам сказать, сколько человек мне написал на почту по поводу того, что хотели бы взять чертика и грома к себе, ни один никто не написал. Я как бы понимаю, что животных брать это тоже большая ответственность и тому подобное. Но просто где тогда все те люди, которые себя били в грудь и говорили о том, что да вы изверги, зачем нужно было брать одного кота, потом второго кота. Типа, по логике этих людей можно вообще понять, то есть мы должны были пройти мимо и бросить их на улице, оставить там голодать и в холоде, что ли, находиться. Мне несколько человек написали, да вообще тогда не надо было брать котов, если вы вот так вот просто берете и легко от них избавляетесь. Я вот думаю, да, вот ты чем думаешь, когда ты, вот почему у тебя такое мышление? То есть лучше взять и бросить котов на, я не знаю, растерзание природы, да, чем взять кота, откормить его, вылечить, вырастить, и потом уже отдать тоже хорошим людям, чтобы они тоже заботились о котах. Это разве не лучше, чем бросить его? Да лучше бы вообще не брали. Вот что за логика, да, вот у людей? И я понимаю, что эти люди просто за чужой счет, грубо говоря, хотят казаться великодушными. А на деле такой человек просто пройдет мимо и даже не обратит внимания на кота, который вот, на котенка, допустим, на который гуляет по улице, и видно, что он брошенка. И вот не удивлюсь, что даже такие же люди бросают этих самых котов туда вот на улицу. Когда вот мы пошли кастрировать котов, нам тоже писали, типа, да вы не люди, зачем вы их кастрируете? Это против природы, ля-ля-ля-ля, у меня есть кошка, мы ее не стерилизовали, там это, то. И вот такие люди потом плодят котят, грубо говоря, да, у себя дома. Одевать их некуда. И вот они выносят их на улицу, и вот такие вот потом вырастают чертики гром, которые слоняются просто в холод. И такие, как мы, которые, ну, забираем их. Изначально вообще, зачем мы брали котов, я вам уже говорила, что мы хотели их вылечить, выкормить. То есть это был, не знаю, порыв такой, хотелось помочь им. А не то, что, да лучше вообще их не брали к себе. Ну, не знаю, тогда что за логика у людей. Вот, и по поводу чертика и грома пока что не нашли никого. Но, не знаю, посмотрим, что будет дальше. Как будут развиваться события, естественно, буду держать вас в курсе. Все уже пошли спать, а я вышла делать свои дела. Мне нужно было зарядить стиралку. Я всегда ставлю что стиралку, что хлеб на отложенный старт, потому что я не хочу следить за ней, когда она там этот. Поэтому я ставлю ее, чтобы, что стиралку, что хлеб, именно к тому времени, когда у меня прозвенит будильник, чтобы я встала и быстренько все это сделала с утра. Итак, вы у меня в комментариях очень часто в последнее время стали спрашивать по поводу хлеба, чтобы я рассказала, как я его делаю и дала вам рецепт. Не знаю, чем вам поможет конкретно мой рецепт, но раз спросили, выполняю. У меня вот такая чаша от моей хлебопечки Redmond. Там 19 программ, но так это все равно хлебопечка. То есть ее можно, в принципе, использовать и как духовку, то есть что-то там делать, какие-то бисквиты. Ну вот здесь написано, бездрожжевое тесто можно делать, суп, тушение, йогурт, джем, выпечка. Хлеб можно делать и бородинский, и классический, и французский, и ржаной, и экспресс, и кексы, и десерты. И вообще все-все-все можно делать здесь. Вот такая вот у меня хлебопечка. Эту хлебопечку мне оставила Вика. А здесь у нас горстка семечек, которую не догрызли. Мы сегодня как грачи были. Сели и все вместе начали грызть семечки. Короче, муку я в последнее время использую вот эту французскую штучку, цельнозерновая. Честно сказать, она получше, чем которую я брала первая. Я уже не помню, от какой марки. Но она не идеальная, потому что хлеб очень, ну вот именно трудно попасть, чтобы он был идеальный прям. Но пока ничего лучше не нашла. Короче говоря, рекомендовано панасоник здесь, смотрите. Ну ладно. Выглядит оно, видите, довольно необычное, чем вот обычная мука белая. Кстати, вот эта вот штучка тоже была в комплекте вот с этим. И я вот таких три стаканчика насыпаю. Ну давайте все по порядку. У меня есть вот такая ложечка каролининой. Мне по ней уже удобно, ну как бы, ориентироваться. Она такая не совсем маленькая, но и небольшая. То есть десертная, как бы детская ложка обычная. Вот, соли я кладу вот столько на хлеб. Сначала закидываю соль. Потом можно использовать маргарин. Можно использовать, если нет, то подсолнечное масло, либо оливковое. Но в последнее время мне не хочется покупать маргарин, поэтому я добавляю сливочное масло. Вот приблизительно столько сливочного масла. Ну это как на 2-3 кусочка хлеба, наверное, размазать в таком количестве. Даже не знаю, по граммам. Уже, честно говоря, не помню. Вот ориентируйтесь просто по ложечке. И дальше уже 3 вот таких стаканчика кладем муки вот сюда. Я их делаю неполные. То есть, вот, здесь мерки есть. Сейчас я попробую посмотреть. Ну, 200 мл здесь вот написано, что это стаканчик. И после этого я уже добавляю дрожжи. Дрожжи я всегда использую абсолютно разные. Вот, мне вот такие вот раз понравились. Они очень хорошо поднимаются и практически никогда не капризничают. То есть, в том плане, что мне не нужно там измерять воду, какую она температуру и тому подобное. Я заливаю просто питьевую, обычную воду комнатной температуры и все. Полторы вот такой вот ложечки, но без горки. То есть, я уже половинку закинула и еще одну такую. Но, в принципе, если брать обычную чайную ложечку, маленькую, то можно и чуть-чуть горбочку сделать. И я всегда еще добавляю отруби. Раньше добавляли мы семя льна. Очень много разных полезных добавок. Но в этот раз вот просто... Это у меня какие пшеничные в этот раз я взяла диетические отруби. Обычно вот чайных ложек где-то 3-4. Иногда больше кладу в зависимости от самих отрубей. Но вот этих я вот на глаз так засыплю. Где-то 2-3 чайные ложечки. И все. Этого хватит на конкретно именно такую муку, на такой хлеб. Хлеб потом будет выходить по итогу такой черненький. Если что, то хлеб я, наверное, покажу вам уже в следующем влоге, потому что он у меня будет готов только утром. Ну и последний шаг это залить воду. Это у меня 250 мл здесь стакан. Я один полный стаканчик и другой половинку. То есть, полтора стакана 250 мл я заливаю сюда. И все. После этого я поставлю на отложенный старт. И хлеб у меня начнет печься где-то за 3 часа до того, как я проснусь. То есть, я проснусь, он у меня будет горячий, свежий. Все. Теперь завтра утром я его вытащу, этот хлеб. И я не всегда сразу иду вытаскивать, потому что там такая температура в этой хлебопечке. Я даже бывает час или полтора сижу, жду, чтобы потом остывшую немножечко выложить. И всегда делаю темную корочку. И сначала я как бы скептически, знаете, относилась к тому, чтобы дома хлеб печь, да ну. А когда попробовала именно домашний хлеб, я поняла, что лучше просто нет. Вот в магазине, если покупать, ну, не знаю, как бы после домашнего магазина хлеб я беру только тогда, когда я не успела его испечь и тому подобное. Это просто название, по сути, что я пеку хлеб, а так я туда все ингредиенты закидываю, включаю программу и все. Больше я ничего не делаю. Мне остается только вытащить хлеб. Здесь есть очень много плюсов. Во-первых, потому что всегда свежий хлеб. Во-вторых, ты сама знаешь, из чего сделан твой хлеб, какие добавки там и тому подобное. И ты сама можешь регулировать, скажем так, полезность этого хлеба. И хочу сказать, что вот этот вот хлеб, который здесь получается в этой печке, он очень долго хранится. И не было такого, чтобы он мне там прокис или же, ну, не знаю, какой-то запах неприятный приобрел. Долго, во-первых, хранится, но он у нас долго не хранится, потому что мы сразу его начинаем есть. И, во-вторых, я всегда туда добавляю какие-нибудь, вот как вы видели сейчас, либо отруби, либо же семечки какие-нибудь. Так что это очень круто. Дома печь хлеб. Как мне написали, не ожидала, что кто-то тоже дома печет хлеб. Мама решила взять у меня один вот такой бальзамчик. Она тоже стала в последнее время очень часто пользоваться. И у нее тоже, по всему видему, во всех местах бальзам для губ. Сейчас хотела попробовать его. Он с вишенкой. Вот как он выглядит внутри. Он совсем очень маленький, как раз, чтобы с собой взять. Запах у него такой жвачный, скажем так. Очень приторный. Я, честно говоря, не люблю запах жвачки. И конкретно вот в таких косметических продуктах. Сам бальзам просто такой увлажняющий бальзам. Если вы выходите на улицу, куда-то пошли, вот очень хорошо им воспользоваться. Но единственное, я не люблю запах жвачки. Вообще, в принципе. Хотя Серж, вот, например, да, тоже на вкус и цвет все фломастеры разные. Ему нравится со вкусом жвачки и запахи. И вот коктейли какие-то мы заказывали. Тоже он всегда берет баблгам, там еще что-нибудь. Я говорю, как ты это можешь пить? Такое ощущение, как будто, ну, не знаю. Жвачка, она должна быть только там, где жвачка есть. И, к слову о том, что на вкус и цвет, как мне написали, какая-то у тебя сумка вот эта вот странная. Вот тоже, да, ребят? Кому-то нравятся такие сумки, кому-то не нравятся, кому-то вообще нравятся, там, я не знаю. У всех разные вкусы. Кому-то что-то нравится, кому-то что-то не нравится. Это вполне нормально. Кстати говоря, завтра с утра в 9 часов у Каролины утренник, то есть весенний праздник, тот, на который она учила это стихотворение. И завтра мы пойдем вместе с бабушкой. Серж не пойдет, потому что он устал. И я ему говорю, ну, это как бы обычный утренник. Тем более у Каролины в этот раз там не главная роль, а просто как она подружка там чья-то будет. Так что, говорю, дома посиди, это вот, ну, я сама, говорю, схожу туда, и как раз бабушка посмотрит на садик вообще, как Каролина там в садике играется. А Серж как раз поспит на часик подольше и потом поедет на работу. Кстати, еще по поводу вот этого вот сайта Евитаминс, да, где я крема заказывала, вот эти, вы можете посмотреть, там у них огромный ассортимент. Этот сайт похож на iHerb. И я вам в описании оставлю код, который вам начислят 5 долларов, когда вы будете делать свой первый заказ. 5 долларов это круче, чем какая-нибудь скидка. Так что проверьте описание, если вдруг захотите сделать заказ на вот этом вот сайте. Я пошла сейчас, приняла душ, и знаете, что я вам хочу сказать? Я использовала скраб от Рише, да, у меня кофейный есть скраб. И такое божественное чувство, он очень мощный. И я снова с этим полотенцем. Мне в последнее время стало нравиться именно большим полотенцем заворачивать голову, потому что, ну не знаю, и все волосы. Может быть, потому что волосы стали длинные. Я вот думаю, перед отлетом мне покраситься или постричься. Еще точно не знаю. Если не успею, то там это все сделаю. Короче, хотела с вами сейчас поговорить, и уже, наверное, буду закруглять этот влог, потому что завтра мне нужно рано вставать, а время как бы уже половина двенадцатого. А я еще и не ложился. Мне еще нужно будет волосы высушить. У нас с вами будет сегодня такой именно девчачий, короче говоря, влог. По поводу восьмого марта, по поводу подарков, хочу рассказать свою позицию в отношении этого праздника. Вообще, я Сержу сказала, что мне ничего не нужно такого, я буду рада просто с тобой там день провести, да, и все. Потому что вы знаете, что он очень часто на празднике работает, и у нас редко бывают какие-то дни, когда мы можем вместе. И даже в этот раз он поедет на работу. Я говорю, ну хотя бы вечером, говорю, давай. Он говорит, ну ладно, посмотрим. Раньше я не умела принимать подарки, то есть, знаете, да нет, мне не надо, там вся из себя такая, вот даже когда уже с Сержем мы начали жизнь семейную, я тоже такая, да мне не надо, все мне не надо. А потом сижу такая дутая, ну как бы ты же сказала не надо, ну значит не надо. И я поняла, что от подарков вообще не нужно отказываться в том плане, что если это муж или же молодой человек, парень, да, подарки тоже нужно уметь принимать. Вот, что я хочу сказать. Потому что потом, иначе получится так, что ты же сказал, что тебе ничего не надо, вот тебе ничего не подарили, а все равно вот этот вот осадочек, что тебе не уделили внимания, он остается, этот осадок. И тем более, что вот что я поняла, да, что мужики, они вообще абсолютно не понимают никаких намеков в плане того, что я хотела бы это, хотела бы то, в плане подарков. То есть им нужно сказать конкретно, что ты хочешь, и в этом нет ничего такого, скажем так, страшного. Конечно, еще зависит все от того, какие у вас отношения. Если вы только, например, начинаете встречаться, то там, естественно, возможно, еще до такого дела не доходило, да. Так что от подарков не отказывайтесь и напишите в комментариях, что вы хотите получить на 8 марта. И в прошлый раз, я не помню, говорила вам или нет, Серж у меня спрашивал по поводу цветов, я ему постоянно говорю, я люблю пионы, я люблю пионы. Он говорит, а почему ты любишь пионы? Я говорю, ну, потому что ты у меня никогда не спрашивала, какие цветы я люблю. Он мне просто тупо дарил розы, и всегда почему-то белые розы. Я не знаю, почему он так решил, что мне они нравятся. Я ему сказала, что нет, я хочу пионы. Хотя, когда он мне подарил пионы в прошлый раз, они такие были, ну, как бы не очень, не распустившиеся, и потом они не распустились вовсе, а так и пришлось выбросить этот весь букет. По идее, он должен был быть красивый, когда распустится. Может быть, был мне сезон, я не знаю. И у меня еще в комментариях спрашивали, почему ты постоянно просишь писать комментарии, писать комментарии, хотя сама не отвечаешь на комментарии. Я по возможности, естественно, отвечаю на комментарии, но все я их читаю и стараюсь сердечко эти все комментарии. Вы, в принципе, знаете, это кто смотрит более-менее относительно давно мои влоги. Ну, давно этот канал-то сам существует, недавно. Вот, в общем, пошла я сейчас уже высушивать волосы. Мне нужно будет спать, лечь, потому что завтра мне нужно будет в 6 часов утра проснуться уже. И мы с вами увидимся уже завтра. Ставьте пальчик вверх под этим влогом и смотрите предыдущие влоги, если вы еще не смотрели. Всем пока!